АПЛОДИСМЕНТЫ Опция такая, выпил, зажигание не работает. Десять лет машина в России и без пробега. Лучше бы на ней крыши не было или сидений. Ну, чтоб как выпил, заводилась бы. Я бы в ней стоя ездил, как генерал на параде. У нас вообще город интеллигентный, четыре предприятия научных, спиртзавод, пивзавод, винзавод или гороводочный. В нашем городе кое-как можно ездить. У нас и лежачие полицейские правильные. Лежат в стороне от дороги, никому не мешают. Ладно, купила жена эту машину. Я ж тогда про опцию не знал. Ну, обмыл приобретение в ресторане французском. Называется Наполеон. Французы специально приезжали открывать ей зверевану. Потом сел в машину, она не заводится. Мужик какой-то говорит, если машина не заводится, тут много причин. Может, бензина нет. А может, потому что ты ключом в стену тыкаешь, а сам сидишь в ресторане под столом. Вышел я из ресторана, сам без посторонней помощи. За бордюр только, держусь чуть-чуть. Сел в машину, ключ вставил, не заводится, зараза. А голос женский противный говорит, вы не можете управлять машиной, вы пьяны. Доза вашего опьянения. Труп. Тут гаишник подъехал, заставил в трубку дышать. Говорит, вы пьяны. Отойдите на два шага транспортного средства. Сейчас я вашу машину на штрафстоянку отгоню. И сел за руль. Через секунду выскочил красный, как мячик на японском флаге. Говорит, что ж ты не сказал, что у тебя с зажиганием проблемы. И стал по телефону орать. Марина, я завязываю. Со мной машина разговаривала голосом твоей мамы, царство ей небесное. Врагу не пожалую. Свежая машина. А я домой пешком, как Ломонозов. Притащил машину на буксире в автосервис, чтобы эту опцию удалить. Никто из мастеров автосервиса не знает, где в машине этот датчик. Десять мастеров в машину по очереди только голову засунут. Голос сразу. Вы не можете ревантировать машину, вы пьяны. Но ничего. Заведу машину и пьяный. Обмануя, как нефиг делать. В противоказии. Я надел противогаз. Только подошел к машине, она сразу завелась. Сразу. Но не машина, а соседка. Шестьдесят два года, и это только в разводе. Прижалась ко мне и говорит. Ой, сосед. Откуда вы знаете, что я завожусь на мужчин в противогазе? Пошли ко мне, слоник, чаю попьем. И тянет меня за хобот. Еле вырвался, чувство новое достоинство не потерял. Потом вставил ключ, говорю, давай, заводись еще на дочь. Голос говорит, вы не можете управлять автомобилем, вы пьяны. Я говорю, сакура ты засохшая. Как-то знал, что я пьяный. Голос говорит, только пьяный может заводить машину в противогазе, одетый вместо трусов. Еще тут, как назло, меня друзья позвали на рыбалку. Там одного день рождения. На пятерых-тридцать ящиков коньяка. Я не мог не поехать на такой клев. Я плакал, но ехал. Двести километров на велосипеде зимой – это не шутка. Болело все, что натерлось об седло. Что не натерлось, то замерзло в камень. Как-то ночью мне приснилось, чтобы машину завести, ее напугать надо. Я выпил пятьдесят для храбрости, потом сто для смелости, потом пятьсот для бесстрашия. Взял бейсбольную биту, закричал, как тарзан, и по капоту за всей дури – хрясь! Сел за руль, ключи провернул, и она завелась. Я от радости два часа на ней гонял. И на красный, и по тротуарам, и по клумбам. Потом сын подошел, говорит – папа, это мой компьютер, отдай джойстик. Терпение лопнуло. Я позвонил в сервисный центр по иномаркам. Приехала бригада спецов. Говорю – мужики, я вам триста баксов даю, только разберитесь с датчиком трезвости. Они что-то покрутили, заменили, говорят – все, молодец, что нас позвал. Этот датчик через неделю бы вздох, и можно было бы пьяному ездить. Мы новый поставили, и теперь хватит лет на пятьдесят. Тут один специалист подсказал – нужно машину заморозить. Датчик на морозе сломается, и она заведется. Ну, загнали мы машину в большой холодильник на мясокомбинате. Мороз включили на полную мощь. Я говорю – готовься-то тебе не рис палками жрать. Три дня продержали машину в морозилке. Открыли холодильник, подхожу, машина трясется и орет на меня матом. Причем без акцента. Думаю – все, сейчас заведу. Оказалось, это тесть орал. Я его на заднем сиденье спящего забыл. Он после этого обморожения напряг забыл все, что я у него занял за сорок лет совместной жизни. Решили завести машину с толкача. Я сел за руль. Толкали в десятером. Бесполезно. Стоит, как вкопанное. Мужики плюнули и разошлись. Машина говорит мерзким голосом – чтобы завести машину с толкача, надо быть трезвым. Я говорю – ты, харакири недоделанная. Как ты узнала, что мы пьяные? Она говорит – только пьяные могут заводить машину, толкай ее в десятером. Пятеро спереди, пятеро сзади. Мне тут как-то собака покусала бешеная. Теперь уколы, коли от бешенства, пить нельзя. После вынужденного воздержания от спиртного машина, конечно, завелась. В трезвом состоянии я узнал много интересного. Оказывается, у меня не три сына, а один. Причем дочь. Гитара, на которой я играл – стиральная доска. А зеркало, глядя в которое я брился 15 лет, не зеркало, а портрет. Гоголя. Так что, если кто-то хочет бросить пить, приходи ко мне, я тебя научу. Даже не сомневайся. 15 лет у Гоголя брился. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ